Поэтому что происходит в реальности? Когда человек заканчивает этот вуз, приходит в экспертный центр и не может себе найти достойную работу, достойную зарплату, он вынужден просто продолжить учебу. То есть фактически он поступает в какой-то гражданский вуз на юриста и получает диплом юриста с тем, чтобы хоть как-то себя прокормить. И это явление носит постоянный системный характер. То есть люди фактически вынуждены еще потратить несколько лет, чтобы получить диплом юриста. Причем, как мы понимаем, вся полученная практика в системе МВД фактически обнуляется. То есть такой специалист с такими узкими познаниями, получивший высшее образование в системе МВД на гражданке, буквально никому не нужен. Твои знания криминалистики никому не нужны. Поэтому это факт. Поэтому если уж вы направляете человечка своего, девочку свою или парня в систему МВД, не травмируйте его, а посылайте просто на следственный факультет, на оперативно-розыскной факультет, с тем, чтобы человек был все-таки юристом. А вот мое такое пожелание. Сам, кстати, я много лет назад заканчивал следственный факультет в Хабаровской школе МВД. Это юриспруденция. Юриспруденция с уклоном уголовно-правовым. Соответственно, после такого диплома, после такого вуза, вы еще как-то можете в этой жизни устроиться. С дипломом криминалиста вы фактически из 5 лет, 4 года выплюнули. По причинам, которые я уже вам указал. Да, возможно, мои слова покажутся кому-то обидными. Тем более, обидные они будут для тех товарищей, которые отучились 5 лет в университете МВД, получили красивые дипломы, даже красные дипломы. Но при этом никак не смогли себя реализовать. Поэтому, друзья мои, диплом, вернее, удостоверение эксперта по черковеду вы можете получить на гражданке легко и просто. Курсов повышения квалификации огромное количество. Причем базовое образование у вас может быть любое. Хоть медицинское, хоть строительное, хоть экономическое, хоть юридическое. Поэтому нужен диплом по черковеду 100 часов, максимум 300 часов, и вы по черковед. Не надо тратить 5 лет жизни, чтобы попадать в эту западню высших учебных заведений системы МВД. Всем пока, задавайте вопросы.